Ольга Курносова, российский политический аналитик, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Тяжелый такой сюжет. Мы вместе с вами посмотрели, как вам вся эта история и реакция свекрови. Я не знаю, что это, но, наверное, просто жуткий страх. И вот я еще думаю, сколько таких судеб, исковерканных тысячи, десятки тысяч? У меня гораздо больше поражает реакция самого Владимира, по-моему, на его зовут. И то, что он готов возвращаться в Россию, даже после всего того, что произошло, после того, как жена ему приехала, а он готов все равно возвращаться в Россию. Вот это меня поражает больше всего. Нас тоже это поразило, что он так сидел и не обнял ее. Да, она просто уже просит, ну, обними меня, год не виделись, потупив взгляд, говорит, да, подвиг. Более того, да, женщина, чтобы вызволить его, да, она оставила все, как, судя по всему, оставила квартиру, как сказали машины, все, и поехала, потому что она любит, видимо, этого человека. И реакция поразила у нас, просто честно говоря. Ну, собственно, знаете, социология вообще мировая показывает, что особенно среди молодежи более активные девушки, да. Но вот тут мы видим абсолютную пассивность мужской части, ну, то есть вообще, я, конечно, понимаю, может быть, это шоковая реакция. И достаточно активную жену, которая, ну, знаете, в Чеченскую войну, конечно, гораздо больше жен и матерей вело себя именно так активно. Сейчас вот эта абсолютная пассивность, она поражает. Но вы знаете, на что я обратила внимание? Наверное, на ее доход, да, то есть, как бы, чем выше доход, тем больше возможностей размышлять о жизни. И вот ее доход, видимо, сделал из нее, ну, я бы сказала, человека, что ли, да, человека, который способен мыслить, который способен принимать нелегкие решения. И я согласна, что все бросить и приехать, это достаточно серьезное решение. И совершенно неготовность мужа ее поддержать, она, конечно, печально удивляет. А я вот еще подумала, если так получится, что его там вернут в Россию, она поедет за ним. Что ожидает эту женщину? Она, ну, процентов сто, наверное, сядет. Ну, на самом деле, зависит от обстоятельств, да. Может быть, и как бы не посадят, просто потому, что история уже медийная. И, соответственно, могут побояться еще более медийно ее сделать. Поэтому я бы не была на сто процентов уверена, что ее посадят. Тут нужно смотреть по квалификации, что ей могут приписать. Ну, однозначно риск возврата очень велик, очень велик. Ну, конечно, велик. Конечно, велик, потому что она уже сказала о своей готовности. И, в общем-то, она въехала в Украину, что само по себе для сегодняшних российских властей является практически преступлением, на мой взгляд. Да, другое дело, что квалифицировать это достаточно сложно. То есть, по понятиям-то, для них это точно преступление. А вот как они это будут квалифицировать и решатся ли на эту квалификацию или решат замять эту громкую историю. В любом случае, как на нее, что называется, будут смотреть себе кровь, соседи. Ну, и на работе. Она сказала, что она взяла отпуск, уехала. Вряд ли ее после этого оставят на работе, побоятся любые работодатели, как бы ее брать на работу. Да, она для них будет, как бы, по российским меркам токсична. Абсолютно, абсолютно. Так и есть. На другие темы мы хотели еще поговорить. Известно, что на Красной площади пройдет концерт, называется по случаю годовщины аннексии украинских территорий. Такой у него лозунг «Одна страна, одна семья, одна родина». Я напомню, что 30 сентября по предложению Путина парламент объявил днем воссоединения. И вот на это действие, как обычно, хотят согнать бюджетников, какую-то платную массовку. Участникам уже необходимо оставить свои паспортные данные. А развлекать публику, вот судя из анонса, в этот раз будут Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Николай Басков, Лепс и, ну, шаманку даже без него. Как вы полагаете, вот руководство страны вообще в курсе, что на фронте происходит? Что с Черноморским флотом у них случилось? Что вообще праздновать собираются? Ну, Путин в курсе, но не до конца. Я думаю, что Шойгу, конечно же, ему все не докладывает, потому что, ну, зачем вообще дедушку беспокоить? У дедушки и так со здоровьем плоховато. То одно случится, то другое. А тут еще рассказать всякие ужасы. А вдруг его контрактей платит? И как же они тогда потом? Ну, остальные-то, конечно, в курсе. И администрация президента в курсе. Но по-прежнему надо пытаться делать вот эту картинку. Ну, тоже ничего удивительного. Диктатуры всегда так себя ведут. И вот эта картинка, и попытка до последнего втюхивать населению, что все хорошо, что все идет по плану, не надо волноваться, ничего непредвиденного не происходит. Мы, у нас все будет хорошо, мы победим. На самом деле тут очень важно сейчас говорить контртезис. Россияне должны постепенно начать понимать, что чем раньше закончится война, чем быстрее Россия проиграет, тем им будет лучше. Из такого простого, знаете, прагматического подхода. Потому что чем раньше она закончится, во-первых, тем меньше будут репарации, тем быстрее Путина можно будет сковырнуть, тем быстрее жизнь начнет возвращаться в человеческое русло. Но даже репарации не надо слишком бояться, потому что пока есть нефтегазовые доходы, рядовым россиянам по их карману репарации не ударят. Они ударят по олигархам, но по большому счету россияне-то так и будут думать, так и олигархам и надо. Ну и, соответственно, те конфискованные богатства, пока арестованные олигархов за границей, ну тоже, собственно, пойдут на дело, пойдут в пользу Украины. Но это тоже никак не коснется рядовых россиян. По большому счету, может только с точки зрения рядового россиянина порадоваться, что какому-то олигарху прищемили хвост. Поэтому чем раньше Россия проиграет, тем россиянам будет лучше. И вот нужно привыкать к этой простой и очень понятной мысли. Да, очень, кстати, хорошая, правильная мысль. Россия проиграет, а россияне выигрывают. Именно так. Кстати, годовщине путинской мобилизации издание «Важная история» подготовило такой большой материал и несколько фактов хотелось бы привести. И факты достаточно страшные для россиян. Каждый пятый погибший, мобилизованный, не прожил и двух месяцев после получения повестки. Среди погибших есть 19-летний и 62-летний мобилизованный. Вот почти в каждом регионе России уже похоронили призванных по повесткам. Вот такие вот страшные данные. В этой связи, вот вопрос к вам, Ольга, решится ли Путин сейчас на еще одну все-таки масштабную волну мобилизации. Вот скоро осенний призыв. Если он решится, то, наверное, до призыва или, может быть, после? Ну, скорее, все будет зависеть от того, насколько удастся выполнить цифры осеннего призыва. Сейчас уже вовсю для меня такой информации о получении. Уже повестки призывники получают. Поэтому вопрос, насколько они успеют до этих повесток распежаться. Сколько реально, во-первых, каковы плановые цифры, насколько реальные цифры будут совпадать с плановыми. Напомним, что по большому счету достаточно легко призывника отправить на фонд. Надо всего-навсего за тот месяц, который законодатель разрешает не быть контрактником, заставить его подписать контракт. И уже через месяц он может радостно пойти на фронт. Как мы говорили с вами в одной из программ, сломать вчерашнего школьника, когда он попадает в руки военной системы, это достаточно просто. Многие просто за этот месяц действительно морально сломаются и подпишут все, что им скажут. Да и не только вчерашнего школьника, но и сегодняшнего студента, которого случайно отчислили за какие-нибудь хвосты. Я думаю, что будут стараться отчислять побольше, чтобы вот этого призывного мяса было как можно больше. Но тоже ни для кого не секрет. Вот тут мы видели взрослого мужчину абсолютно инфантильного. А уж молодые люди до 30 лет очень часто бывают достаточно инфантильные. Их сломать очень просто. Поэтому заставить подписать контракт, нет ничего проще. Ну и уже от того, сколько им удастся загнать на войну сейчас, они посмотрят. Потому что указ о мобилизации тот самый, прошлогодний, никто не отменял. И по нему можно прекрасно мобилизовывать, сколько заблагорассудится, собственно, Кремлю. Поэтому всем нужно быть аккуратными и понимать, что ничего хорошего там, если ты вдруг внезапно попадешь в военкомат даже, вот уже после этого ничего хорошего от тебя не ждет. Нужно пытаться максимально в военкомат не попасть. Не брать повестку, не являться по повестке в военкомат. Вот тогда еще есть какая-то вероятность от петли. Как только ты в военкомат попал и тебя отправили, и ты принял присягу, все, до свидания. Недавно такой уклонист 13 лет в колонии получил за то, что он после принесения присяги отказался идти воевать. Поэтому тут, так сказать, конечно, они будут преследовать. Поэтому единственная возможность до того. Но, знаете, вот буквально вчера я разговаривала с разными представителями российских регионов, и мне говорили, нет, ну слушай, ну ты не понимаешь. У нас там в одном регионе 60% зэков погибло, в другом регионе 40% зэков погибло. Я говорю, слушайте, но это же, во-первых, зэки по большому счету тоже люди, а во-вторых, все равно общие-то цифры немаленькие. И то, что погибло 40 или 60% других, это тоже большие цифры. Но, конечно, вот эта пригожинская история с мобилизацией зэков, она слегчила во многом ощущения от мобилизационной кампании. Но сейчас пригожина нет. И более того, нам даже не рассказывают, а что случилось с самолетом-то. Просто тишина и все. Так что придется сейчас попотеть кремню, чтобы придумать, зачем они собирают людей на смерть. Сын главы Чечни, Адам Кадыров, сегодня опубликовал в своем инстаграме пост. И это такой ответ всем тем, кто посмел критиковать его за избиение задержанного в СИЗО. Я процитирую, что он написал. «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня, но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться». Вот такая наглая реакция. Это что? Это полная уверенность в своей безнаказанности. Он же видел, что официальные органы вообще не реагируют. Это насмешка, это глупость. Ну или все вместе? Ну, во-первых, это плагиат. Потому что, насколько я помню, что-то подобное писала у себя в инстаграме Ольга Бузова после очередного скандала. Поэтому Кадыров младше или еще более младше ничего нового придумать не может. Я думаю, Бузова это тоже у кого-то взяла с плагиатила. Ну, конечно, конечно. Кто-то что-то где-то прочитал и решили, как круто сейчас мы тут вот напишем, чтобы все подумали, какие они улыбки. Ну, а так, конечно, это наглость в первую очередь. Понятно, что правозащитники были вынуждены как-то прореагировать, но официальные лица не реагируют вообще. А реагировал сам Кадыров, что он законопослушный, поэтому он вышел. Понятно, что может быть, если будет очень сильное давление, даже попытаются возбудить уголовное дело, но по легкой статье побои, где ответственность наступает в 16 лет, а значит, соответственно, он не подлежит ответственности. Я не думаю, что эту историю совсем спустят на тормозах. Наверное, найдут формального стрелочника, сотрудника ВСИН, который в нарушении должностных инструкций запустил, соответственно, людей... Секунду. Секунду. Всех инструкций запустил Кадырова, который не имеет... И его сына, которые не имеют никакого отношения к рассмотрению дела, не являются ни родственниками, ни адвокатом, ни даже следователем. И, соответственно, я думаю, что какой-нибудь выговор получит этот сотрудник. И это все, чем закончится это дело. Может быть, в лучшем случае, если будет совсем большой скандал, генеральный прокурор обратится к руководителю Следственного комитета и скажет, что непорядок, в нарушении УПК перевели Никиту Журавля из Волгограда в Грозный. И, может быть, в лучшем случае его вернут обратно в Волгоград или приведут в Москву. ООН начал расследование против российских госпропагандистов по обвинению в подстрекательстве к геноциду. Серьезное такое обвинение. Я прочитаю, как звучит это в документе. Риторика российских государственных СМИ в отношении происходящего в Украине может быть приравнена к подстрекательству к геноциду. И буквально на днях стоит отметить, что, ну, например, не помню, какой был это федеральный канал, это было очередное ток-шоу, и как там все радовались, что 400 населенных пунктов остались без света, радовались вот этим ударом ракетным. Вы согласны, что эти персонажи рано или поздно, они должны оказаться на скамье подсудимых? Ну, очень важно, чтобы был создан международный трибунал по расследованию военных преступлений о России в Украине. Просто потому, что если мир и Европа хотят, чтобы подобное не повторялось в будущем, чтобы неважно, какая страна решила, что она сильнее соседей, и поэтому может себе что-то там прирезать из соседской территории, кого-то захватить и кого-то убить, для того, чтобы такого не происходило в будущем, обязательно военные преступники должны быть на скамье подсудимых, и должны понести наказание. Так что то, что сейчас делают украинские юристы, Министерство иностранных дел, работают над созданием такого трибунала, чрезвычайно важно. На самом деле, мне кажется, что очень важно и российской оппозиции подключиться к такому трибуналу. Потому что, вот мы уже с вами говорили, что для обычных россиян поражение в этой войне, это, наоборот, хорошо, от этого поражения рядовым россиянам будет только лучше. И, соответственно, привлечь к ответственности преступников, которые разрушают жизнь простых россиян, это тоже хорошо и правильно. И чем быстрее закончится война, тем быстрее, может быть, даже и просто между двумя странами может быть этот трибунал между Новой Россией и Украиной и где-нибудь в Мариуполе на посолите всех на скамье подсудимых. Прямо там, в разрушенном драмтеатре. А как вы думаете, да, вот условный Соловьев, он испугался, да, он будет бахвалиться, скажет, ну что там это он начала какое-то расследование, но как вы полагаете, он испугался все-таки? Ну, конечно, они все боятся. Ну, у Соловьева-то вообще еще все его радости на озере Кома отняли. Поэтому, конечно, и они помнят, они помнят судьбу Геббельса. И, собственно, они должны знать, что пропагандистам уготовано такое же теплое место на этой скамье подсудимых, как и административным руководителям. Потому что пропагандисты несут, если не самую главную, то львиную долю ответственности за происходящее. Именно пропагандисты заразили души людей бациллами ненависти. Именно пропагандисты радуются убийству тех, кого вчера еще называли братьями. Украина и Россия, это же братские народы. Поэтому вы радуетесь, когда вы убиваете братьев. И, конечно, пропагандисты должны за это понести не просто какое-то там осуждение или иллюстрацию. Нет, нет, нет. Обязательно скамья подсудимых и обязательно большие сроки. Пускай сидят где-нибудь в колонии «Черный дельфин» и думают о том, сколько жизней они было били. Спасибо огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу. Всегда рады видеть вас в эфире «Фридема». А зрителям напомню, Ольга Курносова, политический аналитик, была с нами на связи. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго.